Для начала представлюсь. Я занимаюсь исследованием в области экономики, возглавляю небольшое НПО, которое занимается экономическим образованием, но также сотрудничаю с КАБАР, организация, которая предоставила эту платформу, пишу для них статьи аналитического содержания. Данный вебинар будет полезен, прежде всего, для аналитиков, молодых аналитиков, которые пытаются писать аналитические статьи. Для журналистов, но также для, в принципе, тот метод, который сейчас я собираюсь объяснить, теория ограничений Goldratt или системное мышление, она, прежде всего, была разработана для менеджеров, для бизнес, для бизнесменов, для управленцев. Но я считаю, что некоторые методы, которые можно использовать здесь, которые были изобретены для менеджерами, чтобы решить определенные кредитные моменты в их бизнесе или в управлении организациями, также будут и полезными для анализа, для написания аналитических статей, для написания аналитических документов, потому что метод, который был изложен Goldratt и последующими другими авторами, используя теорию ограничений или ТОС, также будет интересен для написания хороших аналитических продуктов. Но также, так как презентация называется «Системное мышление на работе и в жизни», я думаю, что эти методы, логические методы обнаружения проблем также будут интересны, также будет интересно применить их и в личной жизни, в разрешении личных конфликтов, межличных соотношений так далее. Я думаю, что это так. Ну, посмотрим. В течение вебинара, я думаю, что можно сделать следующее. Вы можете для себя придумать или вспомнить ту проблему, над которой вы долго работаете, над которой вы долго решаете. Она может быть профессиональной проблемой или личной проблемой. Мы постараемся через инструменты, которые изобрел или систематизировал Ильяху Goldratt. Это автор этой системы, использует их. То есть я хочу, чтобы каждый из вас, участников вебинара, подумал над... Мы постараемся, это пилотно. Это моя теория, что идеи, которые были изобретены Goldratt для решения проблем в менеджменте, в управлении, в промышленном управлении, будут интересны. Можно и применить, и в других сферах жизни, на работе. И посмотрим, как это будет. Это тоже мне будет интересно. Потом можете сообщить в чате или отдельно, как это... насколько это, возможно, применимо. Точнее, тот... Вкратце расскажу, что... давайте пойдем уже ближе. Мне данный где-то около час. Я думаю, что я успею. План работы таков. Вы можете задавать вопросы, не ожидая отдельной сессии, вопросов и ответов. Сразу можете писать в чат. Я постараюсь быстро ответить. Если вопрос мне непонятен, или я не могу на него ответить сейчас, отвечу чуть позже. Как видно, аналитикам политики или авторам не обязательно знать многие вещи. Главное – обладать определенным инструментарием и методами, чтобы работать с информацией. Метод ограничений Голдротта, если мы говорим о работе для журналистов, работающих с информацией, для аналитиков, для менеджеров также, для руководителей определенных организаций, общественных, бизнес- и правительственных. Возможно, госучреждений. Также это будет интересно. Так. Сегодня план таков. Меня слышно? Я иногда буду задать вопросы, чтобы держать. обратную связь, потому что я вас не слышу вообще. Ну, потому что нет возможности слышать. Отлично. Тогда продолжим. Так. Введение теории ограничений. Этот вебинар будет в вводной части. В конце я дам вам литературу или порекомендую найти несколько интересных книг, которые, думаю, будут в это время, если вы сидите на карантине, будет интересно почитать и определить для себя, постараться применить их в решении своих проблем. некоторые ключевые понятия проверка логических построений. То есть сегодня мы изучим как бы неглубоко. Данным вебинаром я хочу вызвать у вас интерес, чтобы вы дальнейшем изучали этот вопрос, эту систему знаний для инструментов, логические инструменты, которые возможно будут вам интересны или полезны у вас. Сегодня мы изучим вкратце три логических инструмента. Это определение проблемы, определение текущего положения вещей через инструмент дерево текущей реальности. Они так и называются. Инструменты диаграммы разрешения конфликтов, дерево будущей реальности, статус фьючер. В конце я дам одну литературу, это не так уж много. И вопросы-ответы нет отдельной сессии. Вы можете задавать, как только у вас появится. Я думаю, что это придаст динамизму нашим вебинарам. Вкратце о теории ограничений. Или теории, или метод размышления по Голдрату. Это метод, который был разработан, систематизирован, возможно, в 80-е годы для менеджеров, которые испытывают проблемы или сталкиваются с кризисной ситуацией на своих предприятиях. В первую очередь, это было промышленное предприятие, разработанное профессором Элехо Голдратом. И были систематизированы. Теория ограничений, это в каждой теории он рассматривает систему, рассматривает любое явление общественное, в данном случае экономическое, это будут предприятия, организации коммерческие и некоммерческие, как определенную систему, совокупность определенных компонентов или элементов, которые взаимодействуют между собой, которые взаимозависимы с собой, и любое изменение в одной из цепочек влияет на весь результат. Его, как вношу сайли новаторс, оригинальность его идеи заключается в том, что он рассматривает систему, как определенную цепочку, в которой возникает определенный конфликт или кризис ситуация, возникают определенные участки в этой цепочке, которые наиболее подвержены риску быть, он их назвает слабыми звеньями, слабое звено. То есть его метод заключается в том, что при трудностях или кризис ситуациях на предприятии или в компании следует найти единственное слабое звено, а оно только единственное, на данный момент их не может быть много, и попытаться его восстановить, заменить, то есть применить определенные методы, управленческие методы, чтобы изменить это слабое звено. То есть его теория заключает в том, что не нужно тратить много сил, ресурсов и времени, чтобы, когда есть определенные проблемы, необходимо больше времени уделить поиску проблем, найти ключевую проблему, которая и является этим слабым звеном, и поработать над ней. Как только слабое звено будет восстановлено или укреплено, эффект будет гораздо больше восстановления или оздоровления компаний, это также традиция на их доходности, эффективность и так далее. Это вкратце введение. Причем тут аналитика, причем тут написание аналитической работы, причем тут все остальное, которое не касается, я не уверен, что многие из вас, возможно, есть кто-то, кто занимается менеджментом или является менеджером общественной, неправительственной или бизнес-организации, но тем не менее мы постараемся сфокусироваться больше на универсальных вещах, которые применимы для всех. И в первую очередь разберем такую вещь, как определение проблемы, что является проблемой, что не является проблемой, чем она отличается от других вещей, которые мы часто путаем, называем тоже проблемами. Большинство наших участников из Центральной Азии есть участники из России, поэтому я постараюсь найти наиболее которые сейчас находятся на повестке дня новостей проблем, социальной проблемы. Да, я не математик, и более того, я очень слаб в математике, не люблю математику, но думаю, что человека, который, во-первых, это трудно понять, что такое математический склад ума, есть такое понятие, как здравый смысл, есть, можно определить причину следствия. Думаю, обычной логики и здравого смысла будет достаточно, чтобы разбираться. Для того, чтобы дальнейший есть специальный инструмент или специальная подготовка для того, чтобы все наши дальнейшие измышления, наши размышления были логически правильными, мы всегда должны их проверять или использовать определенные критерии, чтобы соответствовали этим логическим критериям. И этих называют критерий проверки логических построений. Этот термин придуман самим Уильямом Дэтменером или самим Элиэмом Голдорфом. Очень важный инструмент, который, если вы видите на экране, то эти вещи, которые можно и не знать, но следуя своему личному опыту, жизненному опыту и здравом смысле, судить и оценивать любое утверждение и пытаться размышлять. Их где-то не... Это основное, это ясность. Если вы работаете, предположим, в зависимости, кем вы являетесь, если вы работаете менеджером, консультантом, или если вы являетесь аналитиком, пишете аналитические записки или аналитические статьи для определенной аудитории, это может быть медиа, это может быть лица, принимающие решения, то вы должны, так как они являются вашими заказчиками, даже если они являются заказчиками вашей аудитории, аудитория, которая будет потреблять ваш аналитический продукт, то вы должны, во-первых, понимать друг друга. То есть ясно здесь подразумевается, что и вы, и ваша аудитория понимают значение слов, понятий и так далее. В устной речи, когда вы, например, имеете общение, это очень легко проверить, когда вы говорите, понимаете ли вы меня, или пытаетесь, или просите ваших заказчиков или людей, с кем вы имеете дело, повторить то, что... То есть здесь должен быть... Это даже не проблема связана с логикой, это проблема или вопрос более связан с коммуникацией. Главное, чтобы вы понимали друг друга, понимали значение слов и так далее. Это больше близко, наверное, для тех, кто будет писать аналитические записки для узкой специализированной аудитории, для заказчиков, чтобы вы понимали. А также для тех, кто презентует свои работы, консультантов, кто выступает больше устно. Наличие утверждения. То есть это должно быть логически сформированное предложение в утвердительной форме, иметь субъект и объект в предложении, и иметь каждое предложение должно иметь только одну мысль. Если это много значений или многозначное предложение, утверждение или рекомендации, старайтесь разделять. Или можете использовать, например, буллет-пойнты или что-то другое. Наличие причинно-следственных отношений. Это один из понятных, но иногда здесь могут возникать определенные трудности, потому что порой причины-следственные отношения могут меняться местами. То есть здесь есть определенная ловушка, что мы можем спутать, что может являться причиной, что является следствием. Поэтому есть определенные инструменты, проверочные инструменты, которые можно использовать, применить их, чтобы определить причины-следственные отношения. Достаточность приведенной причины. Здесь имеется в виду, что иногда некоторые явления, определенные проблемы, которые существуют, возникают в результате каких-то причин. Но в жизни не бывает только одной причины. Бывает несколько совокупных причин, которые влияют на то или иное следствие или на то или иное положение вещей, которое мы можем рассматривать как проблему, как нежелательное явление. То, что нас может не удовлетворять. Поэтому для того, чтобы проверить, когда мы будем определять проблему, социальную проблему, проблему в экономике, в политике, в наших работах или в статьях, или если вы рассматриваете этот метод для определения, для выявления проблем, источников проблем ваших личных, профессиональных личных, вы должны определить, какие еще есть причины. То есть причин должны быть достаточно. Чаще бывает, что это не одна причина. Но это и немного. Поэтому нужно... Как это можно проверить? Если существует несколько причин, постарайтесь убрать одну из них. Например, у вас три причины, и постарайтесь играть с ними, убрать одну причину. И посмотрите, будет ли при нынешнем положении вещей такое следствие или нет. Иногда бывает, что убрав одну причину, следствие меняется, проблема исчезает, а возможно, она просто не исчезает, а становится более... менее актуальной, слабо выраженной. Альтернативная причина. Иногда бывает, что причиной проблем может быть что-то другое, а не то, что мы думаем. Можно привести пример, если, например, вы утром проснулись и вышли на улицу, и на улице раздросся мусор. Есть определенные причины, почему так произошло. Или был сильный ветер, или собаки разнесли весь мусор, или просто службы, коммунальные службы их не убрали. Много причин есть, и когда вы оцениваете видеть следствие, видеть положение, вообще видеть какую-то определенную проблему, то следует и применять другие альтернативные причины и смотреть. Подмена причин и следствия. Это вот то, что я говорил, что нужно быть довольно осторожным, чтобы не путать следствие и причины следствия. Возвращаясь, я не буду говорить больше про подмен причин и следствия, потому что мы удалимся от более технических вещей. В дальнейшем я скажу, где рекомендацию, где можно посмотреть определенный критерий, где можно проверить причину и следствия и попытаться не спутать их. Так вот, вот эта проверка логического построения, это определенный такой метод, когда при любом утверждении вы пытаетесь, любой идея, которая у вас возникает, или вы пытаетесь анализировать какую-то проблему, ее источники возникновения, старайтесь всегда использовать вот эти простые логические инструменты для того, чтобы вам было понятно, для того, чтобы когда вы будете строить дерево, а сейчас мы попытаемся построить небольшое дерево, текущий проблем и дерево, то есть ситуацию сегодняшнейшей проблемы, и постараемся посмотреть, как можно выйти из этой проблемы, то мы будем строить определенные деревья, логические деревья, и чтобы заранее не вписывать в это дерево нелогичные вещи, которые имеют определенные ошибки, следует всегда прогонять их через эти критерии. Так вот, это общая схема, как выглядят эти все пять инструментов. Если это довольно... это скриншот, но я просто могу показать, что... Сейчас, минутку. Вот мы изучим только... Это дерево текущей реальности, то есть мы постараемся анализировать и ту текущую ситуацию, выявить проблему для того, чтобы ее поменять. То есть, если можно сказать, это нынешнее положение вещей или статус-кво. Также изучим диаграмму разрешения конфликтов, потому что большинство... Все ограничения, о которых говорит Голдрад, это, по сути, конфликты, которые не могут быть решены, и поэтому возникают определенные проблемы в управлении, в социальной жизни, в политике, в экономике и так далее. В основе всех лежит определенный конфликт. Это не обязательно конфликт между людьми. Диаграмма разрешения конфликтов и дерево будущей реальности. То, что мы изучим сначала вкратце дерево текущей реальности, что нужно поменять и на что поменять. Последующие. А как осуществляют перемены? Это план преобразования и дерево перехода. Оно должно идти вот так. То, что я порекомендую, книга, точнее, методическое руководство для использования, для решения, для выявления проблем, для перехода, для решения проблем, для решения определенных конфликтов и для достижения тех целей, которые вы, или результатов, которые вы ставите для себя на работе, в личной жизни, в написании статей и так далее. Так, то есть мы изучим только три вот этих, три логических инструмента или три диаграммы, рекомендую вам на самостоятельное изучение изучить план преобразования и дерево перехода. Это все идет логически. То есть если мы рассказываем о том, что сейчас происходит, какие проблемы, существуют конфликт, которые не позволяют менять ситуацию, положение вообще или статус-кво, это дерево будущей реальности или статус-фьючер. На что мы хотим поменять? Есть дерево перехода, как это можно сделать, избавиться от определенных барьеров. И план преобразования – это определенная дорожная карта, как даже более технический, подробный, подробный информат, подробный рекорд, как это поступать. То есть это универсальный инструмент, на мой взгляд, который, хотя и был создан для менеджеров и бизнесменов, но можно использовать, разумеется, адаптировав его, не полностью убрав все, используя все компоненты, адаптировав под каждый случай и попытаться. И поэтому я хочу попросить вас подумать мысленно для себя одну работу, проблему, которая есть у вас, профессиональная проблема, если вы, например, исследователь или занимаетесь вопросами социальной политики, экономики, политики, которые существуют в ваших странах. Я могу привести ряд примеров по Центральной Азии, например, исходя из, например, того, передавить того ресурса Кабар Азии, который публикует аналитические статьи. И, наверное, вы тоже некоторые являетесь авторами этих статей или работ, или читали их определенные проблемы. И в Кыргызстане, и в Казахстане мы не будем брать проблем, которые существуют сейчас, это связано с эпидемией и проблемой в области здравоохранения, скажем так. А именно те проблемы, которые я вижу, например, если взять Кыргызстан или Таджикистан, Таджикистан – это нерешенные трансграничные проблемы с Кыргызстаном. В Кыргызстане, например, проблемы с загрязнением даже сейчас, в отопительный сезон, проблемы с окружающей средой или экологией, например, города Бишкек, то же самое в Алматы. Есть определенные проблемы, есть специфические проблемы в каждой стране, есть общие проблемы, которые характерны для многих стран и регионов. Это проблема с бедностью, решение проблем в области коррупции, права человека и так далее, о которых периодически говорят. Это такие классические темы, которые мы видим. Так, теперь попросту Таджикистан ответить на ваш вопрос. Так, что касается стат-данных, не всегда... Смотрите, всегда статические данные, хотя это хороший материал, но это только цифры, это факты, которые всегда могут трактоваться по-разному. Я стараюсь в своей работе, я сказал, что я не математик, избегать количественных методов, если это возможно, и пользоваться больше или качественно, или больше логическими инструментами для продвижения своих идей или продвижения своих рекомендаций в работе, в исследованиях и так далее. Чаще стараюсь использоваться, если это необходимо, данными, которые уже вторичными, первичных, чтобы их создать или обработать. Есть определенная база данных, которые дают сырой материал, их можно обработать и предоставить. Это первичная информация. Но я считаю, что это зависит от ситуации. Из данных вы можете создать любые данные, любую статистику, любой график. Вы можете из данных создать любую... преподнести, обработать любую информацию. Вы можете ее визуализировать, вы можете показать какую-то проблему. Но все равно это будет определенное... Это всегда условно. Это всегда условно, и поэтому статистика не может быть только сама статистика. Я использую в своей работе. Не всегда ее использую. Только одну. Даже если использую, я иногда ее использую для подтверждения чужих идей или подтверждения чужих мыслей или для ссылок и так далее. Это так, как я понял ваш вопрос. Если я не понял, вы можете перефразировать. Так, поехали дальше. Дерево текущей реальности, статус-кво, положение вещей. Это самая интересная, наиболее важная часть, началь анализа. Если вы, например, изучаете какую-то ситуацию, проблему в вашем регионе, то рекомендую попробовать воспользоваться этим инструментом, чтобы выявить проблему, которые... выявить проблему, которая, возможно, будет... не той, о которой вы думали до использования этого инструмента. То есть, возможно, новое для себя или полезное для себя выявить. Так. Чтобы исследовать, построить... Я покажу, как это выглядит сначала, потом и вернемся, чтобы было понятно. Она выглядит вот так. Не бойтесь, это похоже немного на мандалу, но это просто так нарисовано. Вернемся. Так. Хочу начать с нежелательных явлений. Нежелательные явления – это термин, который используется в этом инструменте. Это те вещи, которые обычно мы называем проблемами. То есть в обывательском понимании, не в экспертном, не в аналитическом, а именно в обывательстве. То, что нам не нравится, то, что мы увидим, то, что мы относимся к определенным с эмоциональностью, с неодобрением, все, что нас беспокоит – это все нежелательные явления. Это может быть, например, плохой воздух, загрязненный за газоном воздух. Это может быть плохой сервис, предоставляемый государственными службами. Это может быть низкокачественное образование, здравоохранение. Это может быть плохие дороги. То есть все, что нам не нравится, то, что мы считаем, что это плохо, и мы считаем это проблемой, которую кто-то должен решить или которые неправильно. Я не знаю, есть ли специальная программа. Статус-кво – это вообще такое выражение. Это, если перевести буквально, это означает положение вещей. Это вот ситуация на данный момент. Возможно, есть такая программа – статус-кво. Но в этом случае это просто такое выражение, латинское выражение. Можно по-русски говорить. То есть положение вещей в данный момент, которое, по сути, не является проблемой, а является средой, из которой может формироваться или появиться проблема при условии, что статус-кво не будет изменен. Деревая текущая реальность – это инструмент, из которого вы попытаетесь, или мы попытаемся, любой человек, который работает с этим инструментом, попытается найти проблему, найти истинную проблему, истинные причины, и попытаться, как я вначале сказал, если сравнить аналогию с цепочкой, вот именно истинная проблема – это есть слабое звено. Решив ее или изменив ее, мы улучшим ситуацию, если не полностью, но на значительно, где-то на 50-60-70%. Если показатели будут таковыми после изменения, то есть действительно мы обнаружили корень проблемы, или истинную проблему, или истинную причину. Ее еще называют ключевой проблемой. После я поясню, в чем отличаются истинные причины от ключевой проблемы. Нежелательные явления – это не проблема, хотя иногда вот в разговоре мы можем каждый день, если мы пишем, мы должны понимать, четко разграничить проблему и нежелательные явления. Нежелательные явления – это то, симптомы или как бы сигналы, это маячки, которые говорят, что существуют проблемы. Обычно проблема существует, может существовать истинная причина проблем не там, где находятся эти нежелательные явления, хотя могут быть по-разному. Например, мы будем так идти вперед. Например, NE – это нежелательные явления. Когда вы будете строить дерево текущей реальности, вы начинаете только всегда сверху. Вы описываете те нежелательные явления, вы можете сделать небольшой брейнсторминг, мозговой штурм, и понять, разумеется, вы очерчиваете, ограничите ту область вашего исследования. Это может быть здравоохранение, это может быть специальные специфические термины. Если вы пишете для кого-то или пишете для большой аудитории, где охлад большой читает аналитические записки или аналитические материалы, то вы пишете ту работу, которая… Это может быть политика или специфические проблемы. Я говорю просто группы, поля, скажем так, где можно проводить исследование, изучать предметы и объекты исследования. Нежелательные. Вы можете оставить определенные нежелательные явления, которые вас беспокоят. Вы можете просто использовать… Обычно нежелательные явления вызывают определенный негатив, вам кажется, что это что-то плохое должно быть… Не должно быть. Его не должно быть. Оно должно быть изменено, оно должно быть прекращено, оно должно быть, чтобы не было этого исправлено или ликвидировано в зависимости от ситуации. Но в обычной жизни мы называем все, что нам не нравится, обычно проблемы, которые нас беспокоят. В анализе проблема находится вот здесь. Это ключевая проблема. Тот корень, который через различные… Через причинно-следственные связи создают последующие проблемы, точнее, последующие ситуации, которые могут привести к определенной нежелательной линии. То, что мы уже сами чувствуем. Если мы ощущаем гарь и сног на улице, то это не проблема. Проблема может быть истинной причиной. Проблема может быть в различных… или в плохой технических проблемах, которые не позволяют очищать в зимний период, в длительный период теплоэлектростанции, или плохое качество топлива для машин, или сами, или, например, уже старые машины, которые не отвечают современным экологическим нормативам и так далее. То есть определенные из той причины вы находите, которые связаны, могут… с которыми вы можете построить причину-следственную связь. Плохой зимний период, плохо дышать, трудно дышать, возникает много случаев респираторных заболеваний и так далее, и так далее. Это нежелательная причина, потому что отопление в основном на угле, возможно, много машин, возможно, много, мало… Если, например, взять Бишкек или Алматы, где это больше, потому что там хок больше холоднее, чем в Таджикистане, хотя здесь у нас тоже есть такая проблема, но не столь явно выраженная. Это частные домохозяйства, которые жгут печи или используют их в отоплении или в приготовлении пищи. Это мало… или вырубка зеленых насаждений, которые усиливают. То есть эти уже причины. А дальше вы можете пойти и определить, найти ключевую причину, почему так происходит. И вы в первую очередь наткнулись на конфликт, то есть на ситуацию, когда не позволяет изменить статусского положения вещей. Существует определенная сила или препятствие, которое этому препятствует. Да. А это нежелательные явления. Истинные причины – это то, что питает нежелательные явления. Мы видим только нежелательные – это то, что на поверхности. Истинные причины могут быть разными. Ключевая проблема – это из категории истинных причин, но которая наиболее важна. Лишив ее… устранив ее или решив ее, мы существенно изменим или мы полностью изменим положение вещей или избавимся от большей части нежелательных изменений. Здесь важно упомянуть, что большинство политик, политика имеют в виду мер по устранению и в менеджменте, и в социальной политике, или в паблик-полисе, если можно назвать, имеют большое искушение. Например, люди принимают решение работать только с нежелательными явлениями, потому что люди обращают в первую очередь на них, они жалуются на них и требуют, чтобы лица, принимающие решения, исправили в первую очередь их. На то, что они с радостью могут это исполнить, потому что это, во-первых, сделать легче, но нежелательные явления не исправляют проблему. Они просто делают определенные… или ее оккупируют, или делают ее менее заметной, но проблема не исчезнет. И в любой момент при определенном стечении обстоятельств, это может быть кризисный момент, они могут возникнуть, и это постоянная гонка за вот этим устранением видимых причин. Поэтому любое в политике, например, если вы будете писать рекомендации статьи, вы всегда должны обращать внимание на поиск ключевых проблем. А чтобы их понять, нужно поработать и логически выявить, в чем же причины. Большинство нежелательные явления решать легче всего, но, тем не менее, это не решение проблемы. Причинно-следственная связь и корреляция. Иногда, вот возвращаемся опять к ловушке, логической ловушке, корреляция – это то, что они иногда… корреляционные связи и причинно-следственные связи иногда путаются. То есть причинно-следственная связь – это когда есть логическая корреляция. Я могу привести пример, чтобы было более понятно. Причина отвечает на вопрос «Почему?» «Почему так произошло?» А корреляция – каким образом? Связи корреляционные связи отвечают, каким образом это происходит. Например, если была такая ситуация в 80-х годах, когда был бум на рынке ценных бумаг, на государственные облигации, и люди начали скупать их, цена их начала расти, и люди начали покупать их… Это было дело в Америке в 80-е годы. Покупать облигации, полагая, что они на этом разбогатеют. То есть они видели связь, что ты покупаешь облигации, и ты на этом богатеешь. Вот такая логическая связь была. Но, тем не менее, это не так. Это просто сопутствовало этому. А вот корреляция – то есть те вещи, которые могут параллельно идти, или быть связаны с этим, но ни в коем случае они не являются следствием какой-то причины. То есть если покупатели… Некоторые разбогатели, разумеется, кто пробовал облигации, но большинство не разбогатели, а наоборот потеряли денег, потому что резко потом произошел кризис на рынке ценных бумаг. Какой инструмент лучше использовать для факт-чекинга при написании аналитической статьи? Я рекомендую вам… Есть определенные ресурсы. Они есть и по Центральной ААЗе. Есть даже определенная программа факт-чекинг, которая есть… Она всегда обновляется. То есть факт-чекинг, он нужен для… В первую очередь для того, чтобы… Для анализа медиа, для нас, для слухов и так далее. Когда вы будете писать, разумеется, вы должны использоваться определенными, более достоверными сочинами информации, нежели просто медиа. Но тем не менее, факт-чекинг тоже интересный. Я могу сказать, что я не знаю это, но я знаю, что есть определенные инструменты. Это отдельная медийная дисциплина сейчас очень бурно развивается, которая вы можете… И она очень доступна в медиа, в интернете, в социальных сетях. Это очень довольно интересная вещь. Поэтому меньше шансов в аналитических статьях, если вы готовите, потому что аналитические статьи готовятся чуть больше, дольше, и поэтому требуется определенная длительная подготовка, которая позволит вам не торопиться и больше взвешенно относиться к этому вещам. Факт-чекинг – это когда вы что-то услышали и хотите проверить, и переиздать, и переопубликовать. Это нужно. Это больше близко для медиа, для социального медиа и так далее. Но все равно это будет интересно. Так. И… Так. Если вы заметили, вот это два круга, одна пунктирная линия и другая обычная, это зона контроля и сфера влияния. Зона контроля – это та часть, если, предположим, вы пишете, вы не политик, не лицо, принимающий решения, и от вас вы не можете напрямую менять ситуацию, у меня нет положения вещей, например, в ситуации, например, с урбанистикой, с городским планированием, с экологией, с соблюдением прав человека и целым, другими проблемами, которые вы связаны, с образованием, с дорогами, экономическим ростом, коррупцией. Если вы медийный работник, если вы менеджер, даже менеджер, у вас есть определенная сфера работы, где вы можете… сфера компетенции, которая называется зона контроля, где вы можете контролировать полностью, то есть вы влияете на результат в этой области. Сфера влияния – это более широкое понятие, наверное, медиа и аналитики, аналитики от политики, те, которые рекомендуют или которые им заказывают, или они пишут в свободном доступе, например, как я и пишу аналитические статьи, для того, чтобы их читал не только лица, принимающие решения, в основном их читают и другие аналитики, и другие медиа, и журналисты, и читатели этих изданий. То единственное, мы, вот люди, которые пишут аналитик, больше относятся к сфере влияния, то есть они могут опосредованно влиять на людей, принимающих решения. Они могут создавать или информационный фон, или формировать определенное мнение, или находить недомышленников и говорить об этом. То есть всегда важно знать, когда вы будете составлять проблему, ответить на себя. Вы можете ее решить сами. Если нет, тогда то, что вы рекомендуете, вы предлагаете решение другим людям. То есть вы как эксперт или как аналитик говорите, я провел работу. Обычно так и происходит. Это делают или независимые аналитики, или аналитические центры, государственные или частные, которые за деньги, то есть они это делают. Некоторые могут делать это по собственной инициативе, желая повлиять на ситуацию. Обычно это разные вещи. У государства всегда, у государственных центров всегда, ну, зависит от конкретных структурах, то есть об очерченной рамке, в которой они могут работать. Но это не значит, что они не могут влиять в последующем. Есть еще такое понятие, как, например, формальные связи, нетворкинг и так далее. Ну, и еще есть такие вещи, как злоупотребление властью, или еще неформальное влияние, роль авторитета, лидерства, неформальное. То есть зона контроля, это только мы можем сами принимать решения. Лица принимают решения, они это делают. Это как бы их сферкомпетенции. У медиа, у аналитиков есть тоже определенная зона контроля, но, прежде всего, в свою очередь, это может быть... Это зависит, если, например, эксперты вовлечены в какую-то рабочую группу, которая была нанята или создана для решения какой-то кризисной ситуации, или для решения какой-то новой инициативы, новой политики, которая раньше никогда не существовала. Вот тогда из-за близости к лицам, принимающих решения, их могут... у них больше шансов сделать так, как они считают, ну, полностью, и на 100% никогда ни один политик. Очень редко может принимать полностью вашу точку зрения. Обычно это будет что-то усредненное. Всегда усредненное, это всегда не то, что мы хотели, но, тем не менее, это лучше, чем то, что сейчас происходит. То есть, если даже идет какое-то изменение, то это существенно меняется положение вещей. Да, я думаю, что это все-таки разные зоны, потому что сфера влияния и компетенции, и так далее, и сфера отношений тоже разная. Поэтому, если мы постараемся вот начертить, постараемся выявить нежелательное явление, если мы это сделали, постараемся найти через причину следственной связи, их истинные причины, которые могут быть и вне зоны нашего контроля. И вот видите, если ключевая проблема находится вообще, что делать, если ключевая проблема находится вне вашей зоны влияния? Ответ. Делайте то, что находится в вашей компетенции. Вы просто указываете, что то, что вы рекомендуете, находится за пределами. То есть вы не можете решать, вы не можете принимать решения, то есть это не ваша компетенция просто физически или вы не сможете это сделать. Это не ваша компетенция. Поэтому, если вы пишете аналитические работы, если вы решаете какие-то управленческие решения, то вы просто можете признать это для себя и решить только определенную часть то, что касается вас. Разумеется, это будет половинчато. Разумеется, Если не решена ключевая проблема, то проблемы будут повторяться, но, тем не менее, это определенные проблемы, которые находятся в внешнем зоне. То есть если у вас определенная сфера влияния, и работать нужно постараться, чтобы внутри этой сферы и зоны контроля проблем было меньше, если вы работаете эффективно, если вы принимаете верные решения, то их должно быть меньше. Хотя даже основной генератор проблемы может быть по ту сторону. Разрешение конфликтов. Все, что я говорил, ограничение систем. То есть я еще раз одну вещь скажу насчет проблемы, чем отличаются проблемы от статуса кво. Это уже не по Голдраду, а в общем, это управленческая вещь по теории менеджмента. Следует рассматривать ситуацию вещей, которые, возможно, нас не устраивают, как определенное явление, как среду, которая, по сути, нейтральна. Нейтральна, хотя эмоциональна, она может нас дергать, раздражать. Например, плохая экология, плохая работа коммунальных служб, из-за чего мы видим, например, грязь, мусор или гололед зимой. Или, например, ситуация с коррупцией. Например, коррупция – классический пример, как многие видят ее. Или бедность. Ее следует рассматривать больше не как проблему, а как среду положения вещей, которые, по сути, объективно. То есть мы можем предполагать, что есть определенные меры, снижающие уровень коррупции, но следует разделять четко. То есть определенные обстоятельства, когда не меняется ситуация положения вещей, и из этого возникает положение вещей, не меняясь, создает благодатную почву для проблем. То есть нужно разделять вещи. Также есть такое понятие, как, например, проблемы и обстоятельства, которые также отличаются. Это уже тоже управленческая вещь. Предположим, вы опаздываете на самолет, вы едете за границу, там, на командировку или по другим причинам, и вы застреваете в пробке. Пробка – это, хотя вызывает у вас стресс, вы боитесь опоздать, и планы кардинально поменяются на определенное время. Это ситуация положения вещей. Проблема – это не проблема, проблема можно назвать тот процесс, когда вы выйдете из этого положения вещей. То есть, например, если вы застряли в пробке, и непонятно, большая неопределенность, сдвинется ли она с места или нет, вы принимаете это как данное, как должность, как обстоятельство, которая от вас не зависит, как определенный статус-кво. Проблема – это тот процесс, начиная от задумки, как выйти из этой ситуации. То есть это, по сути, совокупность задач. Проблема является здесь совокупностью задач, когда вы пытаетесь выйти из ситуации. То есть вы не решаете проблему, а проблема является тот процесс мыслительный, физический, либо применять определенные усилия, как только вы достигаете цели. То есть проблема – это как сделать, как выйти из этой ситуации. Но сама ситуация не является проблемой. И такие формулировки помогают вам более трезво смотреть на положение вещей и четко разделять, потому что вы суживаете фокус, и ваши решения будут носить более практические, более эффективные. Потому что многие глобальные вещи и обстоятельства, тем более, решать довольно проблематично. И у людей возникает определенная апатия или даже эмоциональное выгорание от ситуации вещей. Почему так плохо, почему ситуация такая и так далее. Разрешение конфликтов. Покажу, как это выглядит. Я буду быстро, потому что я больше уделил вниманию проблеме. Я считаю, что дерево текущей реальность – самая важная вещь, потому что вы определяете проблему. Есть ли идеи? Давайте сделаем так, чтобы было интерактивно, где-то у нас 20 минут или до 30 минут. Какие проблемы вы считаете наиболее важными или в вашей области, или в вашем регионе, которые, если вы разделите на нежелательные явления, истинные причины и ключевую проблему, можете очертить для себя? Или же можете применить этот метод для обнаружения тех проблем, которые существуют у вас, межличностные, на работе, в жизни, в отношении между партнерами, с родителями, с детьми, с друзьями и так далее. Вы можете представить, как вы видите это. Почему, например, иногда происходят очевидные вещи, которые не должны быть происходить, но все не происходит? Возможно, потому что существует определенное положение вещей или ситуация, когда им позволено или есть условия, или определенные силы, факторы, которые сохраняют такую ситуацию. Это называется конфликт. Когда трудно решить проблему, когда мы ее обсуждаем много раз и никак не можем решить, и возникает это явно признак того, что существует конфликт. И под конфликтом это довольно широко понять. Это не только что-то такое эмоционально негативное между людьми или группами, а ситуация, когда трудно выбрать какое-то решение или трудно выбрать какой-то один из вариантов. Всегда конфликт – это две или более стороны. И всегда конфликтуют методы. Если вы посмотрите, нужно смотреть на эту таблицу справа налево. Она состоит из трех главных вещей – методов, необходимых условий и первостепенной задачи. Как правило, первостепенная задача или конечная цель у конфликтующих сторон или у конфликтующих вариантов одна и та же. Например, если это бизнес, то, например, увеличение продаж или, например, прибыль. Если это не правительственная организация, это решение какой-то проблемы, общей проблемы. Например, снижение коррупции или, например, снижение насилия по отношению к женщинам. Или увеличение осведомленности о какой-то болезни коронавируса. Коронавирус или, например, что-то еще другом. И всегда конфликтуют методы. Как это… каким образом это решить? Ситуация, как это можно решить… Должно быть что-то новое. Здесь написано «Прорыв». Но «Прорыв» – это определенная идея. Идея не всегда решение. Запомнить, что если идея – это не означает даже, какая бы она не была интересна, оригинальной. «Хорошо себя зарекомендовавшейся», «Зарекомендовавшей» – это не решение. И всегда… Но «Прорыв» подразумевается, что это идея, которая может приблизить нас к решению определенных проблем. Это может быть оригинальная, несуществующая ранее в практике. Это могут быть какие-то меры или кейсы из других стран или из других областей, которые есть. Вот, например, и так далее. То есть это в каком-то определенной мере творческая, креативная работа, которую нужно применять. То есть цель, еще раз, цель или задача у обеих конфликтующих сторон или опций, или вариантов, одна и та же – это какой-то положительный вклад или воздействие. Это общая прибыль, счастье людей, здоровье людей и так далее. Но каждая сторона видит по-своему. Условия не могут конкретно фотографировать, потому что для решения каких-то задач нужны определенные условия. Это могут быть в бизнесе определенные материальные, временные условия, ресурсы. Для написания, если вы предлагаете какую-то политику или какую-то меру в аналитической работе, то вы пишете, что необходимо сделать, чтобы решить проблему. Это метод, что нужно для того, чтобы эта проблема решилась, это условия. И после этого вы достигнете цели. Одно из условий, например, в теории ограничений Голдерда в том, что конфликтующие стороны не должны никогда приходить к определенному консенсусу или компромиссу. Консенсус. То есть к такому условию, когда удовлетворяют обоих или обе стороны. Но консенсус всегда подразумевает уступку, и когда обе стороны недополучают что-то. Здесь поэтому есть прорыв, что-то оригинальное, когда происходит ситуация win-win, когда обе стороны могут выиграть. А как это сделать, более подробно описано в литературе, но все равно это не та старая политика, которая применялась ранее. Это что-то новое, которое позволит соблюсти такое условие, когда обе стороны будут удовлетворены, но не будут ограничены или не будут вынуждены ограничиться чем-то. То есть консенсус – это всегда, когда мы делаем уступки обе стороны и недополучаем что-то ради какого-то усредненного или среднего блага. Поэтому всегда я рекомендую, когда я тоже пишу статью или анализирую какое-то явление, социальное явление, всегда нахожу, пытаюсь найти конфликт, почему ситуация не меняется. Даже очевидные вещи, мы можем говорить о них много и много раз, но они не решаются. Например, чиновничий произвол или, например, проблема в социальной политике, в экологической политике, в экономической политике. Почему происходит то, что мы видим много нежелательных влевень, но они не желают сдвинуться с места. Или очень медленно они решаются. Или тогда, когда уже она неактуальна. Потому что существует какой-то барьер или интерес или конфликт, который не позволяет. То есть когда мы говорим о вред или нежелательном влевне, всегда нужно понимать, нежелательное явление для кого. Иногда бывает, что нежелательное явление для некоторых категорий людей – это желательное явление для другой категории людей. И поэтому, когда вы будете писать, если вы аналитик, аналитик политики, писать аналитические работы для широкой аудитории или для заказчиков, вы должны понимать, вред больше кому нежелательных, для кого нежелательных всегда. Обычно я пишу, что нежелательное для большинства людей, потому что это большее зло, чем для определенной категории людей, которых положение вещей устраивает, потому что это дает им определенные социальные блага, экономические блага и дополнительные ресурсы. Именно поэтому конфликты – это изменения, это всегда нужно преодолеть, мы всегда через это будем проходить. И вкратце, дерево будущей реальности, статус-кво или статус-фьюч, когда мы подразумеваем, то есть мы описываем ситуацию вещей, когда нас не удовлетворяет, и предлагаем что-то новое, какую-то другую ситуацию вещей, статус-фьюч или в будущем, которая решит или изменит, или сделает жизнь лучше, или приведет к такому ситуации, когда мы будем довольны результатом, то есть мы достигнем определенной цели или определенного результата, что, по сути, здесь имеет одно и то же. Всегда я хочу обратить внимание на такую вещь, как негативное развитие событий, нестандартное решение и прорыв – это почти одно и то же. Негативное решение. Когда вы будете делать… покажу, как это выглядит. Если вы дерево текущей реальности пишете сверху вниз, как бы идете к корням, то здесь вы идете снизу вверх, то есть вы ставите определенную цель и предполагаете, например, GR – это желаемый результат. Если там было нежелательное явление, то желаемый результат – это противоположное нежелательное явление. Прорыв или, например, что-то такое, который создал новый опыт, который ускорит или будет способствовать ускоренному достижению желательного результата. Так, еще вернемся назад. Негативное явление – развитие событий. Всегда вы, когда делаете… во-первых, у вас есть всегда определенные сомнения, когда человек пишет что-то, у него всегда возникают определенные сомнения. А как так? А вдруг, если человек всегда, если размышлят логически и здраво, то всегда есть определенные стороны, положительные и отрицательные любой политикой, любой меры, которую вы предлагаете. Или, которую вы хотите принять решение как управленец или как менеджер. И всегда нужно иметь в виду, и это желательно, когда вы предлагаете или пишете, указываете, и нежелательно. Иногда это может быть просто какое-то отлетление, которое может быть как бы… Это может быть как форс-мажор, или, возможно, вероятность с определенной долей вероятности, что, возможно, ситуация пойдет не так, как вы планировали. То есть вы говорите, сейчас нужно изменять. Это у нас есть такой план. Но, возможно, план пойдет не так, как вы ожидали. То есть реализация плана пойдет не так, как вы ожидали, но всегда в плане всегда указываете на то, какие потенциально нежелательные явления могут быть возникнут. Всегда желательно, чтобы это было меньше. Но, во-первых, это хорошо для вас. Вы понимаете, вы можете оценивать риски и возможности сценария развития событий, негативных, которые вы не ожидали. Во-вторых, это даст вашу аудиторию, читателям или заказчикам, они будут смотреть на вас как на людей, которые здраво оценивают ситуацию, вещей, у вас возникнет больше доверия с их стороны. То есть у них возникнет больше доверия к вам, потому что вы трезво оцените, вы взвешиваете определенные риски и всегда указываете. Но желательно для начала, когда только вы пишете статус future или дерево будущей реальности, что вы хотите поменять, сначала завершите вот эту конечную цель, как вы увидите результат, желаемый результат потом. Потому что если иногда вы начнете с негативной ветки, она может пойти. Это просто обычный пример. Вот такие деревья, они могут быть очень ветвистыми, очень большими на несколько страниц, на целый ватман. В зависимости от ситуации. Но желательно не вписывать много факторов. Факторы, которые существенно не влияют, можно ими пренебречь. Рекомендую литературу. То, что я, например, сегодняшний вебинар. Для меня это тоже интересный опыт. Я уже начинаю, то есть с Arrays использовать те знания, те инструменты, логические инструменты, во-первых, для анализа текущей ситуации и для прогнозирования будущей ситуации, которая есть в большинстве случаев, когда аналитики работают, они работают с материалом, с прошлым, то, что уже произошло. Но иногда есть желание, или есть определенный заказ, или в зависимости от вашего желания, вы можете работать и на... прогнозировать. Ваши аналитики используют прогнозы. То, что вы не знаете, но вы можете предполагать. То есть вы очертите вероятность сценарий событий. Сейчас это очень... Это всегда интересно делать. Это, разумеется, обратно рискованно, потому что ситуация может пойти по-разному. Но есть определенные условия. Аналитикам это простительно, потому что они... Всегда нужно, чтобы это было так, всегда нужно указывать несколько сценариев. Несколько сценариев развития событий, потому что мы не можем предполагать. Даже сейчас ситуация, ввиду высокой неопределенности, я имею в виду с общим замедлением экономики, мобильности людей, неопределенностью, и с безопасностью людей, именно эпидемиологической безопасностью людей. Много вещей, которые... Сейчас делают много прогнозов, сейчас есть оптимистические прогнозы и так далее. Аналитики могут работать в этом направлении, то есть они могут анализировать... Точнее, это даже не называется анализ, потому что анализ – это всегда прошлое, это всегда тот опыт, который мы изучаем, который уже произошел. Мы его рассматриваем и, возможно, пытаемся, используя наши знания в прошлом, предугадать будущее, что всегда не так, потому что прошлое и будущее всегда – они разные вещи. Хотя иногда мы можем замечать, что некоторые вещи повторяются с определенной периодичностью и очень похожи. Возможно, на этом мы можем надеяться и предлагать, что такие ситуации могут быть повторены. И так далее. Так, я рекомендую почитать та информация, которую я для себя почерпну, использую, например, для своей работы, для своих исследований, для сегодняшнего вебинара. Это книга Уильяма Детмера «Теория ограничений Голдрата». Вот она так и выглядит. Она в открытом доступе, поэтому никаких проблем не может быть. Она очень… Это настоящий мануал, очень подробно, очень дотошно. Даже там, несмотря на обилие схем, она не должна вас пугать. Все написано очень понятным языком, и вы можете изучить… То, что я сейчас сказал, это очень малая часть того, что вы можете найти в этой книге и попытаться использовать. Для меня тоже было бы интересно узнать, к чему это приведет в вашей ситуации, как вы можете выявить проблемы, как вы можете решить эту проблему или найти выход из этого положения. Или даже показать, если не сами вы можете это решать, лицепринимающие решения или другим, ключевую проблему, истинную причину проблем и так далее. Но это, во-вторых, интересно. И то, что я говорил вначале, мы не обсудили два метода. Это план перехода и дорожную карту, как это, план преобразования. Это все там описано. На других примерах, разумеется, это больше на промышленных и менеджерских вещах. Но когда я начал изучать эту тему, я посчитал, что это будет интересно использовать и для анализа социально-экономических, социальных явлений, анализа политики и так далее. Потому что методы довольно общие. Это логика, это логические инструменты, которые довольно универсальны. Их можно использовать даже с адаптацией, например, к решению определенных проблем на работе и в личной жизни. Да. Есть ли вопросы? А, еще одна вещь. Вы можете записать вопросы, если устали, потому что уже время. анонс на следующий вебинар, то есть это завтра. Моя коллега Наиля из Казахстана будет вести вебинар. Также рекомендую принять участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!